Братья-месяцы На этот период приходится день зимнего солнцестояния – Карачун. Анна зиму устанавливает окончательно. Волки сбиваются в стаи, становятся особенно опасными. Зима силу набирает, а солнце на весну поворачивает. На Анну большой ини на деревьях, снег в сухгробах, к урожаю. Во многих городах и селениях русского Черноземья считалось, что со святой Анной осень кончается, а зима начинается. Зачинается. Во многих российских губерниях день зачатия праведной Анны Богородицы особенно усердно беременными женщинами почитался. Им в это время полагалось соблюдать строгий пост, избегать любых ссор и неприятностей, не попадаться на глаза местным дурачкам, убогим и изувеченным, а также не разжигать огонь в печи, не прясть, не вязать, не ткать и вообще не приниматься ни за какую серьезную работу, чтобы случайно не навредить своему будущему ребенку. Ведь согласно бытовавшему поверью, все увиденное, услышанное и пережитое в этот день каким-то немыслимым образом передавалось будущей матерью своему неродившемуся еще малышу. Поэтому будущие мамаши предпочитали во избежание неприятностей не только из дома, а даже из своих сетелок в этот день не выходить. Впрочем, и у пчеловодов Анна Зимняя слыла приметливым сроком. В этот день медовым старателям полагалось спуститься в омшанники, где ульи стоят, и, потолкав каждый из них, проговорить, «Как вы, мушки благодушные, зачерись и детьми, зачинайте также белые и желтые воски и густые меды, богам и чудотворствам в досталь, а мне в пожиток». Да и как можно было не просить мужа благодушных, если мед русскому человеку во все времена служил и лакомством, и залогом благосостояния, и главным лекарством от многих недугов. А нет своих ульев с пчелками? Так узнайте, где можно настоящий-то мед купить. Запасайтесь, ешьте и набирайте сил, они вам понадобятся. Ведь санны зимней и до спиридона солнцеворота ночь на земле свои именины справляет, неохотно уползая за горизонт с наступлением серого, больше похожего на сумерки, утра. Голодные волки в это время в большие стаи сбиваются, а задержавшиеся в дороге путники спешат к постоялым дворам, чтобы не рисковать, странствуя по темну в одиночку. Разве что большой санный поезд отважится потревожить ночную тишину звоном своих колокольчиков, да и то, если путь его по открытым полям проходит, в лес не сворачивая. И кажется порой, что уже никогда не наступит долгожданный рассвет, и не хватит у замерзшего сугроба солнца ни силы, ни духа черной ночи противостоять. Начался день зимнего солнцестояния – Карачун. Карачун в традиции наших предков – бог зимнего коловорота, самого короткого дня, бог смерти и гибели всего живого. Но, несмотря на столь трагичное значение, почитается вместе со всеми богами. Смерть – конец. Это всего лишь завершение очередного этапа для полноценного перехода к следующему. Незадолго до зимнего солнцеворота Кощный бог окорачивает, завершает старый год перед рождением нового года и нового солнца на Калиду. Карачун – время сокровенное, особенное, тайноведное, когда грань между явью и навью очень тонка. За три дня до Калиды – символического дня рождения нового солнца – настоящее солнце переходит из одного состояния в другое, и, как считали наши предки, создаются условия для появления в нашем мире надьих существ, обитателей другого мира. В эти дни солнце покидает этот мир и уходит под землю, соответственно, наружу выползает все то, что боится солнечного света. Карачун не празднуют, но при его наступлении проводят специальные обряды для очищения и освобождения от всего ненужного. Это одновременно и время тьмы, и время рождения нового дня. Считается одним из опасных периодов, когда обостряются все проблемы, болезни, распри. Но в то же время это наилучший момент для очищения и расставания с отжившим прошлым. Две седмицы до Карачуна – это пора отдачи долгов, прощения обид, завершения прежде начатых в году дел и освобождение от всего, что уже себя исчерпало. Это время очищения души и тела, когда желателен пост, сопровождаемый чистотой помыслов, слов и поступков. Дни Карачуна перед зимним солнцеворотом наши предки считали самыми опасными. Время – Кащеева. На что Кащей не взглянет, все вянет, угасает, умирает старое солнце, подходит к концу годовой цикл. Подошло время прощаться со старым, отжившим, прощаться без сожаления, чтобы встретить вновь народившееся солнце, вступить в новый годовой цикл без мертвого груза за плечами. В ночь Карачуна души пращуров приходят в явь, дабы прознать о том, как живут потомки их, по кривде или по правде. А вы как живете? Братья-месяцы Братья-месяц Братья-месяц Кащеева